Есть стены, но нет воды и света. Почти все квартиры на Терской 219 проданы. Самострой. Но суд признал право собственности, не приняв во внимание исковые требования городских властей наложить обеспечительные меры на стройку, еще только когда появился третий этаж. Видели на официальном сайте в черном списке самостроев, но не придали значения. На приеме главы Анапы те, кто дал себя обмануть. А как не возникало подозрения? Я покупаю квартиру. Значение живое. Площадь 56,7. Этаж 2. Второй. В свидетельстве на землю написано, земельный участок, категория земель, земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства. И подозрения не возникает у меня. Понимаете? Сценарий сбит. Сначала суд в пользу самостройщика, а потом кивок на власть. Не подключают воду и свет. Требуйте. Суд не дает разъяснения, за счет кого выполнять технические условия. Меня благополучие людей интересует. И второе, не только которые приобрели здесь, а которые живут рядом. Чтобы у них было стабильное электроснабжение, водоснабжение, канализирование, газоснабжение. Как можно построить новый квартирный дом без получения технических условий? А как я обеспечу? Скажите, за счет других жителей? Вы анапчанин? Да. Ну так за счет кого? Покажите. Мы должны обеспечить исполнение этих условий. Значит, застройщик сегодня должен получить технические условия, пожалуйста, и исполнить их. Как только дом стал приобретать очертания самостроев, правоохранительные органы администрации направила заявление о правомерности продажи квартир. Незаконную деятельность можно было остановить. И сейчас такая возможность есть. На руках у людей договоры купли-продажи, где указаны смехотворные суммы. 100 тысяч рублей за квартиру. Налоговое преступление налицо. Глава Анапы убеждает людей, надо обращаться в полицию и в суд. Почему вы ходите? Почему он не строит? Почему это ваша проблема? А он уже не строит? Нет, нет. Вы заплатили деньги за невыполненную услугу. У нас по белорусскому 8. Пройдите туда. Есть белорусский 8? Да, да. Есть. Там суд понудил застройщика электроснабжение восстановить и газоснабжение. То есть электроснабжение он сегодня сделал частично, а газ он не собирается исполнять судебное решение. Идите в суд, я вас поддержу. Были предупреждены, но не вооружились, признают люди. И готовы сегодня понудить застройщика выполнить свои обязательства. Продолжение следует...